Более трёх тысяч жителей округа не спали в ночь с 20 на 21 мая. И виной тому не шумные соседи, а ежегодная акция «Ночь музеев». В этот день множество музеев по всей России открыли свои двери для любителей истории. Основной темой в этом году стал 100-летний юбилей революции 1917 года. Не смогла уснуть в эту ночь вместе с миллионами жителей по всей стране и наша съёмочная группа. Впервые в «Ночь музеев» широкой публике представили уголок под названием Триасов парк. Оказывается, 250 миллионов лет назад на территории округа был достаточно тёплый климат. Здесь произрастали хвощи и плавуны, древообразные папоротники. Животный мир был тоже разнообразным. Здесь мы можем с вами увидеть кистепёрых рыб, затем больших крокодилообразных амфибий. И вот здесь в центральном месте у нас небольшой представитель рептилий древних – это ровизух, животное, которое длиной было около 4 метров. Этажом выше можно было заглянуть в историю советского времени и узнать о интересных фактах зарождения пионерской организации в Ниньском округе, которая появилась 25 марта 1925 года. Тогда на учительской конференции в Пустозерске было принято решение создания двух пионерских отрядов в Нижней Печорье. Почувствовать себя пионером в ночь музеев мог каждый. Стоило только примерить на себя пилотку и узнать, как правильно завязывается галстук. Складываются два конца галстука. Один верхний, который закладывается и подворачивается за нижний конец, вытягивается сверху он. И опять верхний конец обвивает нижний конец галстука и затягивается узелочек. Вот такой узелочек, посмотрите, должен быть. Если неправильно он завязан, он по-другому выглядит. Как правильно говорить? Будь готов, всегда готов, да? Внимая идея. Вот так вот, да? Будь готов. Всегда готов. Три конца галстука символизировали нерушимую связь трёх поколений – коммунистов, комсомольцев и пионеров. В эту культурную ночь можно было не только примерить на себя символы пионерии, но и услышать звуки главного музыкального инструмента пионеров – барабана, который предназначался для сопровождения строя во время походов, шествий, парадов. Узнал много нового о пионере Глеб Мариничев. Юного посетителя впечатлил этот красный уголок истории. Конечно же, нужны эти сборы, чтобы специально люди знали, что было в это время, чтобы они знали, кто всё это организовывал, кто были вообще такие пионеры. А то забудут и не будут знать, что вообще проводились такие вот парады, что были пионеры, что они носили галстуки, что была такая организация, что они помогали, вообще народу помогали. Между тем, на первом этаже музея его сотрудники для всех желающих организовали необычную акцию – фотосушка. Суть акции заключается в обмене фотографий. У нас фотографии посвящены природе, добру и экологии. Любой, кто принесёт свои фотографии, может обменять на любую висящую здесь фотографию. Милые такие сушки у нас висят. Всего обменяться фотографиями, узнать новые интересные факты в истории, сделать необычную поделку своими руками, сфотографироваться в новом образе в ночь в музее смогли более трёх тысяч окружных жителей. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».